Прочитал эту интересную фразу. В какое, говорит, интересное время живем? А можно, говорит, в скучное пожить? Совсем немного. С каждым днём всё меняется. Максим Багаев остаётся нашим IT-экспертом, приходит в программу по утрам. Доброе утро. Доброе утро. И сегодня мы будем общаться на тему банковских карт и их работы с нашими мобильными устройствами. В последнее время мы лишились возможности оплачивать с помощью телефона, поднося его к специальным устройствам покупок. Но можно ли это как-то минус этот обойти? Мы, во-первых, всё время опережали в среднем Европу, Америку. То есть распространённость вот этих бесконтактных платежей у нас в России была выше гораздо, чем в других странах. То есть мы действительно к этому очень сильно привыкли. Причём мы платили телефонами, мы платили фитнес-браслетами, часами. То есть такое понятие, что телефон взять без поддержки технологии NFC, то есть это была какая-то глупость ещё месяц назад. Но сейчас как бы понятно, то есть у нас с началом марта, у нас сначала Google сказал, что мы замораживаем поддержку карт Мир. То есть мы собирались её ввести, чтобы в Google Pay появилась, и можно было любым телефоном на Android платить, например, в любом супермаркете. Потом как бы оказалось, что эту же самую возможность отключила компания Apple. И сейчас как бы мы такие ходим и говорим, блин, а давайте что-нибудь придумаем. Получающих способов решения проблемы есть и немало. Во-первых, самый простой момент, то есть сейчас большое количество людей, которые до сих пор там, ну как самым функциональным, то есть там привычным пользовались последних лет 10 техникой Apple, очень большое количество людей перейдёт на Android. То есть потому что на Apple мы имеем дело с одним магазином приложений. То есть, во-первых, мы попадаем в ситуацию, когда исчезают онлайн-банки из App Store, то есть мы не можем поставить, нам уже непривычно. То есть мы, во-первых, мы привыкли платить, например, не только бесконтактно, мы привыкли приехать куда угодно, на Шира или на Кавказ. И ты везде видишь эти таблички, там, переводить за товары по номеру такому-то, такому. Да, так вот, то есть сейчас, как бы, если ты покупаешь новый iPhone, приходишь и говоришь, я хочу поставить Сбербанк, я хочу поставить Альфу, нет такой возможности, то есть просто по одной простой причине. То есть банки являются подсанкционными, соответственно, приложение исчезает из App Store. То есть мой первый совет, который, как бы, который такой универсальный, пожалуйста, то есть если сейчас... Нужно просто страничку поставить. Даже если вы не пользуетесь, даже если вы не пользуетесь банками сейчас, например, там, каких-нибудь, там, Тиньковых, там, Газпромбанков, любых просто топ-20 на банке.ру открываете, то есть смотрите самые крупные кредитные организации, просто поставьте сейчас. От вас никакой проблем... ну, от вас не убудет. Причем, если, как бы, вы потом переносите, покупаете новый телефон, как бы, переносите информацию старого, либо восстанавливаете из копии, эти приложения у вас уже будут. То есть это, как бы, это первый, как бы, первый самый простой, как бы, лайфхак. Приложение, как бы, делать... Пусть будет. Пусть будет, да. Мне нравится, как Сбербанк написал, мы работаем в привычном режиме. Пожалуйста... Нет, не удаляйте приложение, запятая, пожалуйста. Вот так вот, именно вот так мне понравилось. Вы посмеялись. Не так, что, пожалуйста, не удаляйте, а не удаляйте, пожалуйста, приложение, запятая, пожалуйста. Да, так вот, второй, как бы, второе, Женя абсолютно права, то есть для нас это сейчас, как бы, Мы привыкли работать из-за идеологии, что у нас есть приложение, оно решается собой. То есть это специализированная вещь со специализированным дизайном. Сейчас мы будем чаще пользоваться. То есть заходим через браузер, заходим, подключаемся к банку. Точно так же срабатывает все, подтягиваются наши пароли, происходит авторизация. И дальше мы пользуемся уже мобильным, но не мобильным. И все можно также иконкой вынести на... Да, это первый момент. Второй момент очень серьезный. То есть на Google есть возможность, на Android есть возможность ставить приложение не только из одного магазина приложений Google Play. То есть есть огромное количество альтернативных магазинов приложений. То есть, например, если вы пользуетесь китайскими производителями смартфонов, обратите внимание, что из своих магазинов приложений, которые автоматически идут на каждом из смартфонов, то есть никто не убирал ни Сбербанк, ни Альфу, ни ВТБ и так далее. То есть самый второй простой совет, который тоже позволяет решить эту проблему, то есть это пользоваться Android. На Android поставить, если вы заходите на сайт банка, там всегда есть ссылка, просто берете, как бы скачиваете приложение, в настройках достаточно просто объясняется, как ставить, у вас появляется... Мне, если честно, больше всего жалко людей, которые такие уже в возрасте, но хотят идти в ногу со временем, и они вот только-только освоили вот это все. А теперь им снова нужно что-то учить и изучать, и понимать. У меня, например, у мамы телефон китайский, как бы, то есть я ей точно так же поставить там Сбер или любого другого, никакой проблемы не садить. Все поставили. Второй, как бы, второй момент. У нас есть альтернативный способ бесконтактных платежей. То есть у нас есть собственная карточная система Мир, то есть есть приложение Мир Пэй. То есть на iOS у него функциональность достаточно низкая. То есть если мы платим по Миру, мы знаем, что можно купить там какую-нибудь российскую путевку, билеты, там так далее, получить кэшбэк. То есть он просто говорит, карта такая-то, получите, вот вам пришло столько-то, как бы, столько-то денег за то, что вы бронировали, например, там, какой-нибудь там отель. А на андроиде есть возможность поставить его альтернативную систему платежей. Точно то же самое, что происходит, как мы привыкли на Apple. То есть вы берете, запускаете приложение, подносите его, смартфон, к нашему, как бы, нашему считывателю с тремя антенками, как бы, прекрасно производится платеж. То есть на Android, если у вас есть карта Мир, если вы ставите приложение Мир Пэй, все работает. То есть до сих пор, как бы, никакой проблемы. Ну и третий, как бы, третий вариант. То есть на iOS есть такой момент, карты забывают о том, что мы являемся страной, которая в настоящий момент находится под санкциями, если мы включили режим поиска телефонов. То есть если вы оказались в ситуации, что у вас, например, есть телефон, к которому были привязаны карты Мир, то есть у вас сейчас нет денег и у вас сейчас нет, там, нет пластиковой карты, то есть вы говорите, спасибо, как бы, Стив Джобс, что ты придумал такой прекрасный телефон, вы останавливаете кого-то на улице и говорите, мальчик, дай телефон позвонить, пожалуйста. Берите этот телефон, запускайте браузер, заходите на iCloud, вводите свою учетную запись и говорите, потерял телефон, ваш телефон сразу же, то есть превращается, как бы, в кирпич заблокированный. То есть вы отдаете человеку его телефон, говорите, спасибо, вводите пароль на своем телефоне, он разблокируется, как бы, и он такой, ой, я нашел карту Мир, все прекрасно, в течение 30 минут, как бы, то есть у вас есть возможность проводить платежи, то есть вы там, там, рассчитываетесь в супермаркете. Купили кросса, купили кросса, кофе заправили, как вариант. У нас же, как бы, у нас же все банкоматы, как бы, то есть, которые, как бы, банки, которые поддерживают бесконтактные, они позволяют пользоваться телефоном просто как полноценная карта. То есть многие люди до сих пор, как бы, то есть используют телефон, как, возможно, например, своей супруге добавил карту, как бы, то есть она даже в другом городе может снять, например, деньги, то есть мы клонируем, как бы, это дико удобный функционал, которым мы сейчас лишаемся. Ну и третий, как бы, ну и последний вариант, который действительно здорово работает, даже на невключенном телефоне, то есть на телефоне, который, как бы, который разряжен и так далее, то есть мы с Женей уже с утра смеялись, да, то есть берете просто телефон с тонким чехлом, то есть вот, тонкий силиконовый чехол, берете его, открываете. Ведь Багаев выбрал более дорогую модель, нежели... Кладете, как бы, кладете... Мою скромную. Иди сюда в кармашек. Слушай, ну у меня-то вообще просто... Лежи здесь. Все, карту мы туда положили, да, вы увидели? То есть теперь, короче, как бы, теперь спокойно щелкаете на любом считывателе, то есть карта считывается, как бы, бесконтактная оплата работает. Поэтому, еще раз, Android, если, как бы, если нет в Android, как бы, стандартном, идем в альтернативные магазины приложений. Пару лет назад Багаев топил за айфоны, за продукцию компании Apple. А все меняется, все меняется. Сегодня пришел и уже 24 раза сказал слово Android, потому что на системе Android в его магазине 100 моделей вместо 10 от Apple. Вот и вся наша сегодняшняя беседа. Вот. Ну и, как бы, превращаемся понемножку в китайцев, привыкаем платить по QR-кодам. То есть через два года вопрос вообще, как платить без, короче, как бы, без карточки смартфоном, не будет стоять в России просто как... Ну, он будет отсутствовать. То есть мы просто привыкнем, как китайцы, приходить. То есть у нас будет везде стоять, стоять система быстрых платежей, значок QR-кода. Наводишь, вводишь сумму, через секунду человек получает деньги, как бы, он говорит, блин, как здорово. Один процент экономии для любого магазина, где вы рассчитываете. Сейчас уже тоже появляется, уже есть такое. Да, то есть поэтому, как бы, поэтому привыкайте. Это реально классная штука. То есть и это в стране оставит огромное количество денег. Поэтому, как бы, ну вот, за QR-коды я буду топить еще больше, чем за Android. Хотя... Через два года. Уже сейчас. Все, у Багаева цикличность двугодичная. Вот, проходят эти периоды, и мы к этой теме возвращаемся. Спасибо большое. Не успели полностью запомнить, пересмотреть этот фрагмент эфира. Он совсем скоро появится в наших официальных группах.